Глава пятая. Биоэнергетика человека тайна за семью печатями. Должна быть тайна, но должна исчезнуть таинственность. Она людей коробит, стремящегося может оттолкнуть. Поэтому говорится, простота, открытость и доступность – твой девиз. Это говорил Валентин Сидоров. Я изучил много литературы по развитию и увлечению биоэнергетики и остался ей недоволен. Во всех руководствах присутствовал элемент таинственности. Во многих сразу начиналось с чакр. Главное – отсутствовали порядок, доступность и последовательность процесса выработки, поглощения, запасания и использования энергии. Поняв этот ключевой вопрос, мы сами, в зависимости от условий и обстоятельств, будем самостоятельно пополнять свой энергетический запас, но не бездумно следовать различным методикам. Когда автор уяснил сам себе суть этой проблемы, понял ее главенствующую роль, то коренным образом пересмотрел свой образ жизни и стал регулярно выполнять простые, но эффективные упражнения и процедуры по энергонабору. Эффект не заставил себя ждать и превзошел самые смелые ожидания. А теперь доступно, научно и подробно поговорим о биоэнергетике человеческого организма. Энергетическое тело человека, его состав, форма, устройство и функции. Энергетическое тело человека состоит из плазмы, то есть положительно и отрицательно заряженных частиц. По форме она напоминает яйцо, которое обволакивает человека и имеет резкие границы с окружающим пространством. Можете посмотреть рисунок. В зависимости от плотности плазмы, эти границы можно видеть и чувствовать. Представьте себе человека внутри яйцеобразной полости, заполненной паром. Вот такое плазменное окружение будет у человека. Плазма внутри этого пространства находится в движении от поверхности кожи к наружной оболочке яйца и наоборот. В самом организме движение плазмы подчинено определенному порядку. Так, на поверхности кожи имеется 1-2 мм слой особо уплотненной плазмы, которая в виде небольших факелов вырывается из пор кожи и защищает тело человека. Китайская медицина называет этот вид циркулирующей плазмы защитной энергией. Войцы, движущиеся вне каналов и сосудов по поверхности тела и под кожей, охраняя организм от вредоносной энергии сетцы. Кстати, вот рисунок. Энергетическое тело схематично. Можете посмотреть. Внутри организма по специальным каналам, соединяющим все важные органы, циркулирует другой вид плазмы, которая образуется из воздуха, воды и пищи и носит название основной энергии. В зависимости от прилива или отлива энергии в канале соответствующего органа, проявляется его максимальная активность или период покоя. Существует масса других циркуляций энергии в теле, но нам достаточно пока этих двух защитной и основной. Все энергетические каналы, согласно воззрениям древних мудрецов, в организме соединяются в общий узел, корень, который расположен в области пупка, между почками. Акупунктурные точки на коже, около 360-канальных и около 280-канальных, представляют собой входные ворота для частиц плазмы, но в основном электронов. Определенное соединение акупунктурных точек между собой и внутренними органами образует энергетический канал. Свойства этого канала таковы. Когда электрон попадает в него через акупунктурную точку, он в нем разгоняется до сверхсветовых скоростей. В результате этого образуется ЭДС и увеличивается кинетическая энергия электронов, которая и приводит в действие все химические реакции в организме. Биоэлектростимуляция в рефлексотерапии под редакцией Мочерет-Одесса 1988 год. Это выдержку я вам привел. Не думайте, что это все я сочинил. Причем ускоряющее электрическое поле в канале создает сам передвигающийся электрон. Канал таким образом представляет собой не просто электронопровод, а сверхпроводник, ускоритель электронов, в котором наблюдается еще и эффект сверхтекутисти. Другими словами, по энергетическому каналу передвигаются со все возрастающей скоростью, как электроны, так переносящие и вещества с поверхности кожи вглубь организма. Поэтому в целом акупунктурная система в организме выполняет роль электронного насоса, перекачивая электроны и попутно снабжая их кинетической энергией от точек акупунктуры к местам потребления внутренним органам. Разберем, какую роль в организме играют электроны. Оказывается, самую основную синтез универсального переносчика энергии в организме АТФ, аденозин-трифосфорной кислоты, возможен только тогда, когда к месту синтеза подводятся зарядоносители, то есть электроны. Они отдают кинетическую энергию, полученную ими во время разгона в канале, и уже за счет отданной электронам энергии происходят разнообразные химические реакции. Как показали научные эксперименты, высокие скорости ферментативного катализа, то есть протекания химических реакций, не могут реализоваться без участия быстрых электронов. Протекание всех без исключения окислительно-восстановительных процессов в организме зависит от количества свободных электронов и степени их разгона в акупунктурной системе, что и определяет общую энергетику организма. Само пищеварение, расщепление питательных веществ на составные части, транспортировка и последующее использование их в организме напрямую зависит от наличия в организме быстрых электронов. Вот здесь раскрывается самая большая тайна оздоровления. Акупунктурная система организма – главный поставщик энергии. Вообще в природе сверхпроводники, в которых происходит ускорение электронов, являются первичными и основными источниками энергии. Отсюда выясняется и следующая тайна. Основным носителем, циркулирующей в организме энергии, являются электроны. Движущими силами возникновения, наполнения, переноса и перераспределения в организме значительных энергий, являются ускоряющие электроны, электрические поля. Электрическими полями можно управлять своим собственным сознанием. Мысль – это поле. В зависимости от эмоционального настроя, вы можете электрическое поле концентрировать или стабилизировать, рассеивать, перемещать в любом направлении. Питанию через роль отводится скромная роль – своевременно заменять изношенные, отработанные ткани, белки, ферменты и арматуры, то есть связки, соединительную ткань и кости, на которых все крепится. Дополнительно, посредством вкуса пищи, можно корректировать энергетику органов, выравнивать функции ДОЖ и их пропорцию, с целью лучшего подстраивания подсезонных годов по параметрам – разогрев или охлаждение, увлажнение или высушивание организма. Свойства плазмы. Большая часть методик энергонабора основана на воздействии различных факторов на энергетическое тело, что в результате приводит к выработке энергии. Ввиду того, что она состоит из плазмы, знание ее свойств и поможет раскрыть механизм энергонабора. Как указывалось ранее, плазма окружает человека подобно яйцеобразной оболочке. Это плазменное яйцо имеет свое магнитное поле, ось которого совпадает с электрической осью сердца. Эта электрическая ось пронизывает человеческий организм наподобие стрелы в области верха правой лопатки и выходит в районе селезенки. Можете посмотреть на рисунок. Итак, плазма это смесь электрически заряженных частиц, в которых полная величина заряда частиц отрицательного знака электронов равна полной величине положительного заряда. В целом, плазма является электрически нейтральной системой, хорошо проводящей электрический ток. Обыкновенное пламя представляет собой плазму. Электрический заряд тот же вид плазмы, но не гораздо более плотны, чем плазма нашего тела. Из физики мы знаем, что если плотность частиц в плазме большая, то более правильно представить себе плазму как сплошную среду, подобную жидкости. Но жидкость это необычная. Она является прекрасным проводником электрического тока. На нее сильно влияет магнитное поле. К тому же она сама имеет магнитное поле, а также хорошо проводит тепло. Теперь можно рассматривать различные явления, которые происходят в плазме, при воздействии на нее внешних факторов тепла, электрического тока, магнитного поля и ряда других. Подобные явления будут наблюдаться и в плазме человеческого тела. Температурное воздействие на плазму. Если в плазме появляется разность температур, то в ней создаются потоки тепла из области с более высокой температурой в область с пониженной температурой. При этом возникает конвекционное движение частиц. Но движение электрических зарядов является электрическим током. Следовательно, под действием разности температур в плазме создается электрический ток, который называется термоэлектрическим током. Воздействие магнитного поля на плазму. При движении плазмы относительно магнитного поля, например, Земли, или наоборот, в плазме должна возникнуть ЭДС индукции. Электродвижущая сила индукции. Когда плазма имеет свое магнитное поле, то говорят, что оно, то есть поле это, вморожено в плазму. Именно такое магнитное поле имеет человек. Магнитное поле при этом перемещается вместе с плазмой и может взаимодействовать с магнитными полями окружающего пространства, а также с потоками зарядов, движущихся от поверхности Земли в ионосферу и наоборот. Рисунок схема строения акупунктурного канала. Первая акупунктурная точка, которая поставляет свободные электроны с поверхности кожи внутрь канала. Вторая сам акупунктурный канал, в котором происходит разгон электронов. И третья потребитель свободных электронов клеткоорганизмов, где расходуется кинетическая энергия, запасенная электронами в результате разгона на протекание биологических реакций. Воздействие магнитного поля с плазмой возможно и по-другому. Так в объеме плазмы линии магнитного поля, то есть линии индукции, расположены на определенном расстоянии друг от друга. При этом, если жидкость, то есть плазма, расширяется, магнитное поле ослабляется, ибо расстояние между линиями индукции увеличивается. Если сжимается, линии индукции уплотняются и магнитное поле усиливается. Сжатие и расширение плазмы с мороженым магнитным полем приводят к разным эффектам. Так, при сжимании плазмы магнитный поток, хоть и остается постоянным, но индукция его возрастает пропорционально сжатию. Это приводит к появлению очень сильного магнитного поля. При расширении плазмы магнитное поле также расширяется. Уменьшается его индукция, что приводит к уменьшению энергии магнитного поля в мороженого плазму. Но поскольку полная энергия плазмы и магнитного поля в ней не изменяется, то увеличивается энергия плазмы, она нагревается. Плазма нагревается и при диффузии противоположных полей. Если направление магнитного поля вне плазмы противоположно направлению магнитного поля в мороженого плазму. Взаимная диффузия приводит к тому, что поля гасят друг к другу. Это приводит к уменьшению напряженности магнитного поля и к увеличению энергии плазмы. Вот здесь ряд рисунков, которые иллюстрируют этот процесс. Рисунок. Пример температурного воздействия на плазменное тело человека. Этот механизм лежит в основе набора энергии во многих распространенных методах. Например, Порфир Иванов дважды в день использовал именно этот метод под зарядки. А. Для наглядности тело человека с мороженым в него плазменным телом представлено в виде шара. Б. Быстрое охлаждение, например, обливание холодной водой. Охлажденный слой плазмы уходит вглубь тела. Это первая волна термоэлектрического тока. В. Сразу же после обливания теплая плазма из глубины тела занимает место охлажденной. Это вторая волна термоэлектрического тока, которая приводит к разогреву кожных покровов. От кожи идет пар. Да, вы облились холодной водой и от кожи пошел пар. Вы разогрелись. Облив водой должен быть резким. Г. В результате возникновения конвекционного движения в плазменном теле, оно подзаряжается, происходит гиперполяризация клеточных мембран, улучшается биосинтез и биоэнергетика. Воздействие звуковых волн на плазму. Для плазмы, в отличие от газа, характерны плазменные колебания. Их еще называют электростатическими. Например, в результате колебания отрицательный заряд вышел из того положения, в котором электрические поля всех частиц взаимно скомпенсированы. Тогда возникает сильное магнитное поле, стремящееся восстановить нарушенное равновесие. Возвращаясь в положение равновесия, заряд по инерции проскакивает это равновесие, что опять приводит к возникновению сильного электрического поля. Распространение колебаний в плазме приводит к плазменным волнам, которые, как и звуковые, являются продольными. Колеблются в основном электроны, что приводит к высокочастотным колебаниям. Колебания ионов приводят к низкочастотным колебаниям. В результате энергия колебания постепенно переходит в тепло. Ударные волны в плазме. Процессы, приводящие к образованию ударной волны, протекают скачкообразно. Если в плазме на какой-нибудь поверхности или объеме возникает скачок плотности от удара, то по той же поверхности, объему, образуются скачки всех других величин, давления, скорости и температуры. Плотность достигает наибольшей величины, когда скорость плазмы оказывается равной местной скорости звука. Скорость звука внутри данного тела. Распространение в плазме ударной волны сопровождается выделением большого количества теплоты. В плазме с магнитным полем возможны магнито-гидродинамические ударные волны. Помимо всего, здесь еще участвует магнитное давление. Все это способствует очень сильному разогреву плазмы, то есть нашего тела. Излучение и поглощение плазмы. Всякое тело тем сильнее поглощает излучение, чем в большей степени оно способно к испусканию излучения той же частоты. Плазмы электроны совершают тепловое движение. Энергия света поглощаемого плазмы воспринимается электронами в тепловом диапазоне. Электроны в плазме организма способны вновь излучать это излучение, но уже в новом направлении. Чем больше толщина и концентрация плазмы вокруг организма, тем большее количество энергии теплового излучения она может поглощать и меньше излучать. И наоборот, чем меньше и разреженное плазменное пространство, окружающее человека, тем меньшее количество теплоты поглощается, а то, что поглощается, не удерживается и вновь излучается. Особенности забора, переноса и распределения энергии в организме. Пока мы с вами схематично разобрали энергетическое тело и более подробно его наружную плазменную часть, яйцеобразную сферу. Теперь нам предстоит раскрыть ряд интереснейших особенностей, связанных с поглощением энергии кожи, переносом ее по каналу и распределением в организме. Поглощение энергии кожи. Измерение электрического сопротивления рогового слоя эпидермиса, это верхний слой кожи, показало невероятное по величине значения. От нескольких миллиардов Ом до нескольких сот миллиардов Ом на каждый квадратный сантиметр. В результате вокруг тела человека образуется мощное статическое поле. Его источник порождаемый трением трибоэлектрический заряд от греческого триботрения, скапливающийся на коже в роговом слое эпидермиса толщиной 2-3 десятка микрон. В зависимости от сопротивления кожи, этот заряд медленно, за время примерно от 10 секунд до 15 минут, стекает вглубь организма. Изменение электрического сопротивления рогового слоя эпидермиса связано, в первую очередь, с диффузией воды непосредственно через кожу, а не через потовые железы, в процессе неощутимой регулировки температуры тела. Чем интенсивнее испарение влаги через роговой слой эпидермиса, тем быстрее стекает разряд внутрь организма, а напряжение электрического поля при этом снижается. Это один вид поглощения энергии кожи. Второй происходит через рецепторы кожи и акупунктурные точки. На коже человека имеется бесчисленное количество рецепторов. Имеются они и в областях расположения точек акупунктуры. Рецепторы – это высокомолекулярные белки определенного строения, способные воспринимать, трансформировать и передавать информацию и энергию от внешнего раздражителя в акупунктурную систему. В древнем Китае их так и называли передатчиками. Но эти передатчики могут по-разному, в зависимости от условий, передавать свободные электроны с поверхности кожи в акупунктурную систему. Хорошо передаются электроны рецепторами кожи тогда, когда сама кожа эластичная, влажная и теплая. Во-первых, вода создает наиболее благоприятные условия для разгона электронов. И, как указано в первом случае, лучше способствует снятию заряда с поверхности кожи. Во-вторых, где отсутствует влага, там невозможны перенос и ускорение электронов. В-третьих, тепловая энергия способствует лучшему снятию с рецепторов свободных электронов. Отсюда прекрасные условия для передачи свободных электронов с рецепторов кожи, а также вообще заряда с кожи, в акупунктурные каналы создаются при слегка влажной от пота и теплой кожи. То есть, после небольшой физической нагрузки. Сам пот – это раствор солей, который образует обилие микроскопических контактов и таким образом сам является прекрасным ускорителем. Еще лучше рецепторы будут передавать свободные электроны при специальной стимуляции. Массажи, сильном тепловом или холодовом раздражении, наложение аппликаторов, иглы должны быть из металла, воздействие различных растирок, мази и тому подобное. Металлические иглы будут донаторами свободных электронов. Именно в этом заключается эффект металлотерапии. Пластмассовые аппликаторы этим эффектом не обладают, поэтому крайне нежелательны. Лучше всего свободные электроны поглощаются носоглоткой, легкими, ротовой полостью, особенно языком, анусом, глазами и наружными половыми органами. То есть, теми участками организма, которые сами по себе влажны и содержат наибольшее количество рецепторов. Хорошо поглощает свободные электроны кожа лица, головы, шеи, а также кожа в местах перехода одних каналов в другие. От кончиков пальцев рук до локтей и от кончиков пальцев ног до колен. Плохое поглощение и передача свободных электронов рецепторами кожи и вообще кожи наблюдается при холодной, сухой коже и тогда, когда рецепторы блокируются шлаками организма. Зашлакованная кожа меняет свои электропроводящие качества и вместо активного забора попросту рассеивает энергию. Глядя на кожу человека, можно судить о его здоровье. В древности очень широко применялись разнообразные средства и процедуры для поддержания кожи в чистоте, влажности и эластичности. Кстати, это же объясняет, почему лица с конституцией ветра, у них сухая, холодная кожа, живут меньше, чем лица с конституцией слизи, у которых кожа влажна и эластична. Вывод первый. Заботьтесь о своей коже и слизистых оболочках. Поддерживайте кожу в чистоте, эластичности и тепле, а слизистые оболочки берегите от слизи и высыхания. Перенос и ускорение электронов в канале в 1958 году были удостоены Нобелевской премии Черенков, Таам и Франк за открытие и объяснение свечения жидких растворов под действием гамма-лучей. Детальное изучение этого свечения показало, что направленное свечение вызвано электронами, которые движутся в растворе со сверхсветовой скоростью. Акупунктурный канал также светится и некоторые сенситивы это видят. Вода, водные растворы, композиционные системы, то есть кровь, лимфа, межклеточная жидкость, моча оказались в высочайшей степени сродственны электрону. Сродство в данном контексте понимается как наличие наиболее благоприятных условий для передвижения и ускорения электронов. Открытие электронов в конце 19 века показало их определяющую роль в возникновении тока, электричества в окислительно-восстановительных процессах. И наконец, общепринятое представление, что в химических источниках тока происходит преобразование химической энергии в электрическую, глубоко ошибочно. Вот эти положения и легли в основу объяснения переноса и ускорения электронов в канале и их участия в биологических реакциях. Перенос и ускорение электронов в канале происходит под воздействием кулоновских сил. Так подвижный электрон под воздействием этих сил притягивается к положительно заряженному иону. По мере приближения к иону скорость, а следовательно и кинетическая энергия его возрастает. В итоге он проскакивает и он попадает в поле действия кулоновских сил другого иона, натягивает его на себя, проскакивает его и так мчится далее. Следовательно, электрон постоянно и ускоренно движется от одного положительно заряженного иона к другому в ускоряющем электрическом поле. Таким образом, основным физическим фактором с поступствующим переносу и ускорению электронов на поверхности и в объеме твердых и жидких тел являются электрические контакты, образованные разноименными микроскопическими зарядами. Можете посмотреть рисунок «Электрические контакты и кулоновские силы». Цепь микроскопических электрических контактов, например, ионов, расположенных по обе стороны мембраны клетки или ткани, и будет первичным каналом, переносящим и ускоряющим электроны. Такие канальцы, соединяясь вместе в человеческом организме, образуют специфические пути, каналы, соединяющие кожу с внутренними органами. Такими каналами могут быть кровеносные и лимфатические сосуды, нервные стволы и волокна и даже сухожилия. Существуют специальные сухожильно-мышечные каналы. Естественно, каждый из названных каналов имеет свою пропускную способность электронов, которая зависит от нескольких факторов. Первое. От кинетической энергии электронов. Второе. Степени свободы перемещения зарядов, образующих электрические контакты электронной проводимости. Третье. Взаимного расположения одноименных и разноименных зарядов, электрических контактов электронно-проводов, расстояния между ними. Четвертое. Размеры и величины разноименных зарядов, образующих электрические контакты электронно-провода. Пятое. Энергии сродства к электрону положительных зарядов электрических контактов электронно-проводов. Это была строго научная формулировка. Объясним ее проще с позиции физиологии. Электроны должны обладать такой минимальной энергией, которая позволила бы им выйти из равновесного положения, в котором их держат кулоновские силы. Яйцеобразная плазменная сфера как раз и придает электронам дополнительную энергию за счет оказывания на нее различных воздействий. Смотрите раздел «Свойства плазмы». Электроны должны свободно перемещаться от одного электрического контакта к другому. Чем чище пространство между микроскопическими контактами, тем лучше. Расстояние и взаимно расположение микроскопических контактов, положительных и отрицательных ионов, должно быть строго упорядоченным и оптимальным, способствующим наибольшему проявлению эффекта переноса и ускорения электронов. Если расстояние между микроскопическими контактами больше или меньше оптимального и расположены они сами хаотически, то эффект переноса и ускорения электронов крайне затруднен, а в некоторых случаях вообще невозможен. Это же самое относится и к величине зарядов в самом электрическом контакте. Если заряд мал, он просто не сможет разогнать электрон, а если слишком большой, то не отпустит от себя. Вода, когда она структурирована и представляет собой жидкий кристалл, обладает наиболее подходящими свойствами. За счет жидкокристаллической структуры ионы расположены на оптимальном расстоянии друг от друга, а за счет заряда молекул воды взаимное расположение ионов и их ориентация наиболее благоприятны для проявления эффекта сверхпроводимости. Величина заряда молекул воды ионов солей в плазме крови делает ее одним из лучших природных сверхпроводников. Этими же свойствами обладает и морская вода, в которой соотношение микроэлементов почти такое же, как в плазме крови. Гораздо сильнее в этом отношении моча. В ней содержится в несколько раз больше ионов солей, отчего она уже сама по себе люминисцирует, то есть светится. Рисунок. Слева внутренняя среда благоприятна для проявления эффекта сверхпроводимости. Электрические контакты распределены на одинаковом удалении, их заряд одинаков и взаимно ориентирован. Справа неблагоприятна для проявления эффекта сверхпроводимости. Электрические контакты расположены хаотично, заряды разные по величине и взаимно не ориентированы. Вывод 2. Заботьтесь о жидкостных средах организма. Всемирно поддерживайте их жидко-кристаллическую структуру, чистоту, соотношение солей и органических веществ. Распределение энергии в организме. Природа давно выбрала строго определенные типы микроскопических электрических контактов. Носителями их в организме являются мембраны, клетки, нервные стволы, волокна, кровеносные сосуды, а также жидкостные среды организма, насыщенные ионами. Все эти образования содержат цепи электрических контактов. Они в свою очередь объединившись образуют мощный акупунктурный канал, выходящий на поверхность кожи и заканчивающийся точками акупунктуры. Если сравнить акупунктурный канал с деревом, то корни этого дерева – акупунктурные точки, которые захватывают свободные электроны. Ствол – сам канал, в котором происходит разгон электронов, в результате которого они приобретают дополнительную кинетическую энергию. Отходящие от ствола ветви – крупные цепи электрических контактов, входящие в орган. Тонюсенькие веточки, заканчивающиеся листьями – одиночные цепи электрических контактов, подающие сильные электроны к местам окислительно-восстановительных реакций в самой клетке. Здесь электроны отдают свою силу, то есть кинетическую энергию, которая приводит в действие саму реакцию. Чтобы биологическая реакция протекала стабильно, в одном темпе, необходим постоянный приток сильных электронов. Координацию этого процесса осуществляет сама акупунктурная система за счет своих сверхпроводящих свойств. Электроны практически мгновенно перераспределяются в те места и органы, где они требуются в данный момент, то есть в места усиленного протекания химических, вернее биохимических реакций. Мы с вами рассмотрели вариант распределения энергии, когда организм находится в покое. Во время выполнения интенсивной работы акупунктурная система отключает ряд органов и второстепенных функций с единственной целью. Всю энергетику сосредоточат только на работающем, повышенном режиме органе или группе органов. Например, во время быстрого бега полностью останавливается пищеврение. Когда происходит усиленная умственная деятельность, наблюдается относительный мышечный покой. После сытной еды, когда организм бросает всю энергию на переваривание пищи, тянет в сон. Вывод 3. А. Постоянно в течение дня подпитывайте себя свободными электронами и активизируйте акупунктурную систему. Б. Никогда не делайте два разнохарактерных дела одновременно. Еду на ходу и так далее. Это ухудшает качество и полноценность их выполнения. Решайте все дела последовательно. Что легче, лучше и удобнее для всего организма. Объяснение ряда особенностей, связанных с энергетикой организма. Сразу говорю, хотя эта глава по своей уникальной информации, доступности изложения материала, не имеет аналогов как в популярной, так и в специальной литературе. По тематике оздоровления организма она всего лишь первая ступень. Дальнейшая детализация и увязка энергетики организма с окружающим миром космосом будет рассмотрена в другой работе. Но пока я еще не рассмотрел. Поэтому в данном параграфе будет разобрано то, что обязательно понадобится именно на данных этапах энерготренинга для создания крепкого здоровья и позволит разобраться в упорных вопросах. Первое. Роль сердца в энергетике. Помимо кровенагнетательной функции, сердце выполняет еще две энергетические. А. Подпитка энергии. Сердечная мышца при своем движении поочередно воздействует на ряд рецепторов в аорте, крупных сосудах, центрах обмена электронов. Такое воздействие приводит к снятию электронов с рецепторов и переходу их в сверхпроводящие каналы, то есть в акупунктурную систему. О наличии этого явления говорит электрокардиограмма. В. Распределение энергии. Эта функция, естественно, вытекает из предыдущей. Так энергия, полученная при каждом сердечном сокращении, за счет свойств акупунктурной системы, мгновенно направляется к местам наибольшего потребления. Второе. Роль рецепторов, расположенных внутри организма в энергетике. О роли кожных рецепторов в энергоподпитке сказано вполне достаточно. Но их колоссальное количество и внутри организма. Одни виды рецепторов сигнализируют нам о нашей позе, другие о том, как и с какой силой происходит движение тела и отдельных его членов. Имеются рецепторы, которые сообщают о наличии в крови кислорода, концентрации сахара и так далее. В моменты накладывания на организм нагрузки, например, сильное мускульное напряжение, нехватка воздуха и тому подобное, они приходят в возбуждение и интенсивно начинают поставлять в акупунктурную систему электроны. От такого мощного воздействия и лавинообразного поступления электронов в каналы, организм буквально закипает от обилия энергии. Третье. Циркуляция энергии в организме. Энергия в организме никогда не стоит на месте, она постоянно циркулирует, то есть электроны непрерывно движутся по каналам. Так в течение 24 часов она обегает все каналы, все 12 каналов, 50 раз. Длительность одного цикла, то есть пробега равна 28 минутам 48 секундам. Один канал в течение этого цикла она пробегает за 2 минуты 24 секунды. Таким образом, в течение суток энергия посещает каждый канал 600 раз. Отсюда следует первый вывод. Чтобы полноценно, гармонично прокрутить, прокачать, подпитать, увеличить энергетику, надо на бег, дыхание и так далее потратить не менее 28 минут 48 секунд, округленно полчаса. В процессе тренировок вы сами почувствуете это и меньшее время просто не даст вам удовлетворения. Помимо этой циркуляции энергии в каналах наблюдается приливная и отливная волны в течение суток и даже в течение года. Приливная волна наблюдается в каждом канале раз в сутки и длится она 2 часа. В это время канал и орган с ним связанные проявляют свою наивысшую активность. Отливная волна наблюдается в противоположное время суток от приливной. Длится она также 2 часа, во время которой канал и орган с ним связанные наиболее пассивны. Отсюда следует второй вывод. Струйте свою нагрузку в течение суток так, чтобы она совпадала с активностью энергетики каналов и органов. Например, функция сердца сильна с 11 до 13 часов дня. Вот в это время и давайте наибольшую нагрузку в виде физических упражнений. Энергетика органов пищеварения особенно сильна днем, следовательно, если кушать после 19 часов, когда энергетика тратится на запасание, а не на пищеварение, значит вносить хаос, разлад в свое здоровье. Особенно это касается физически слабых и больных людей. Четвертое. Как организм запасает энергию? В отличие от конденсаторов и аккумуляторов, энергия в акупунктурной системе накапливается за счет переноса и ускорения электронов. Другими словами, в результате постоянных тренировок по энергонабору или просто высокоактивной жизни постепенно возрастает поток, циркулирующий по каналам энергии, улучшается процесс ее переноса из окружающей среды. В результате этого сами каналы утолщаются и выглядят как серовато-белые шнурочки от 1 до 8 мм в диаметре. Акупунктурные точки также постепенно увеличиваются и могут достигать до сантиметров в диаметре. С увеличением общей энергетики постепенно меняется и цвет канала. В отдельных случаях у высокопродвинутых людей он становится белым с блесками. В целом это можно сравнить с водой в реке. Сначала был маленький ручеек, который постепенно превратился в речушку, а из нее в полноводную реку, быстро несущую свои воды. Ведь даже цвет воды в медленно текущей реке один, а в быстро текущей другой. Как в реке есть широкие и глубокие места омуты, где медленно циркулируют большие массы воды, так и в акупунктурной системе имеются специальные образования, которые китайцы так и называют моря ци, то есть моря энергии, а индусы чакрами, то есть колеса. Но это несколько иной чакра. Эти моря ци выглядят как вихри, имеющие форму спиралевидных конусов. Когда энергии много, часть ее из акупунктурной системы попадает в эти вихри, где она вращается. В разных чакрах энергия вращается по-разному, быстро, медленно, ритмично, резкими толчками. Когда в акупунктурной системе энергии становится мало или неожиданно требуется ее повышенное количество, она обратно поступает из чакр. Вот так происходит процесс запасания, увеличения и потребления энергии. Пятое. Признаки, указывающие о наборе и запасании энергии. Они возникают поэтапно в процессе тренировок и даже во время отдельной тренировки. Так в самом начале ощущается некоторое движение в организме, которое затем оформляется в разнообразные вибрации и гудения, проходящие по телу, рукам, ногам. Усиливается циркуляция жидких сред организма. Тело начинает теплеть изнутри. Открываются поры, выступает испарина. Далее разогрев и потоделение усиливаются. Может возникнуть дрожь. Когда человек продвигается в энергонаборе, перед глазами могут возникать разнообразные блестки, искры фохота, блестящие фигурки, разноцветные пятна и даже картинки. Например, вот какие ощущения возникают у Альберта Игнатенко. Статья «Найти в себе себя» вокруг света журнал 1988 год номер 11. Шел дождь. Игнатенко неожиданно остановился. Вытянул руку ладонью вверх и на несколько минут замер. Буквально на моих глазах темно-серая завеса туч стала светлеть. Слой облачности истончался, таял. И вдруг брызнуло яркое солнце. Я представляю себе, что ладонь моей руки излучает энергию до тех пор, пока не увижу мерцающие точки, поднимающиеся в виде толстого луча к облакам. Пучок энергии я посылаю именно в то место, где в данный момент должно находиться солнце. Когда луч доходит до облаков, мысленно представляю происходящую там реакцию. И постепенно начинаю ощущать тяжесть, словно держу на весу ядро. Затем появляется легкая вибрация. Вот и все. Однажды я в течение 15 дней держал в радиусе 5-6 километров солнечную погоду, можно сказать, ладонями. Это как раз говорит Альберт Игнатенко. В области чакр, при концентрации на них возникает чувство тяжести, распирания, ломоты, теплоты и даже жара. Когда организм в достаточной мере наполнился энергией, появляются следующие результаты. Жировая прослойка становится гораздо меньше. Во время работы, даже интенсивной, мышцы перестают затекать. Сильно возрастает гибкость. Меньше требуется пищи. Сокращается сон. Однем человек перестает уставать, постоянно активен. Естественно, все болезни пропадают сами собой, а новые не пристают. Шестое, что рассеивает энергию. В зависимости от природных особенностей организма и образа жизни, способность акупунктурных систем вырабатывать энергию различается в 1,5-15 раз. Некоторые люди, благодаря систематической, постоянно усложняющейся практике, правильному образу жизни и правильному мышлению, наращивают мощность акупунктурной системы в 500 и более раз превышающую таковую у обычного человека. Ленинградский ученый, доктор технических наук Сергеев, при помощи им же изобретенного прибора биоплазмографа, установил, что биоэнергетика Порфирия Иванова 500 раз превышает средний уровень наблюдающихся у обычных людей. Найменьшие токи генерируют акупунктурные системы людей, ведущих малоактивный образ жизни. Принятие внутрь алкоголя резко уменьшает активность акупунктурных систем в 2-5 раз. Причем низкие значения выработки энергии могут сохраняться в течение нескольких дней. Через 15-40 минут после сытного, насыщенного обеда, а тем более после праздничного переедания, активность акупунктурной системы уменьшается в 1,5-2,5 раза. Постоянное ношение одежды, особенно синтетической, а также обуви на синтетической подошве, значительно уменьшает энергонабор. Заряд трибоэлектричества вместо того, чтобы стекать в тело, уходит в одежду. Теперь нам отчасти понятно, почему надо вести аскетический образ жизни, чтобы иметь сильную биоэнергетику. Седьмое. Сравнение энергосистем и их общность. Давным-давно древние мудрецы подметили такой факт, что все во Вселенной построено по одному принципу. Это касается и энергетики. Если внимательно присмотреться, вникнуть, то действительно суть энергетики одинакова. Так большинство галактик имеют форму закрученных спиралей. Рукавы спиралей, вращаясь, постоянно засасывают окружающую энергию, направляя ее к центру. В центре энергия отдает свою кинетическую силу на создание материи и ее разогрев. Отработав, она уносится, вытесняется прочь посредством вращения, а ее место занимают новые порции энергии. В целом, это очень напоминает ветряной двигатель. Ветер давит на лопасти, вращает их и уносится прочь. Наше Солнце также вращается. Вместе с ним вращается и его магнитное поле. Магнитное поле Солнца имеет секторную структуру. В одном сектору наблюдается движение от Солнца, а в другом к Солнцу. Это вращение также напоминает ветряк. Солнечный ветер и его магнитное поле выметают из околосолнечного пространства галактическое поле и его среду. В результате образуется кокон, на границах которого уравновешивается давление солнечного ветра и галактической среды. В этом коконе полости Солнце черпает свою энергию. Земля также вращается и за счет своей магнитосферы. Через полярные каспы, то есть воронки, отбирает необходимое количество энергии Солнца, сбрасывая излишки в магнитосферу. Человеческий зародыш первым делом при своем развитии образует амниотическую полость, так называемый родовой пузырь. Он отгораживается от внешней среды и создает себе наиболее благоприятные условия существования и развития. Питание осуществляется из окружающей среды, то есть материнского организма, но через стенки пузыря. Эти стенки быстро преобразуются в плаценту. Сама амниотическая полость, заполненная младенческой мочой, представляет собой идеальную среду, насыщенную электрическими контактами и обладающую электронопроводностью. В амниотической полости, как в предускорителе, разгоняются свободные электроны, бегущие к коже. В свою очередь кожа, постоянно влажная, теплая, сосет их внутрь сильнейшим образом. В итоге получается, что два пути питания, материальная через пуповину, идущая в корень всех энергетических каналов, и энергетическая через кожу, оба осуществляются с границ амниотической полости. При рождении человеческий организм приобретает новые возможности поглощать пищу через рот, а энергию через легкие кожу. Амниотическая полость и пуповина исчезают только для видимого мира. Тонкий их шаблон в виде ауры и световых нитей остается и продолжает по-прежнему действовать. Так вот, когда этот первозданный механизм продолжают совершенствовать, например, закалка, тренировка по Порфирию и Ванну, человек обретает колоссальные возможности. В мировой практике имеется огромный опыт такого развития и многовековые методики йога, цигун и ряд других. Теперь вы наглядно видите, в чем заключается общность энергетики во Вселенной, и вам остается только развивать ее и совершенствовать энергетику своего организма. Рисунки. Здесь галактика, Солнце с магнитным полем, поглощение энергии, Солнце с Землей через каспы, схематически изображено, как из яйцеклетки образуется полость, в которой устанавливаются наиболее благоприятные процессы для развития человеческого организма. То есть эти рисунки вы можете посмотреть. Общий вывод. Чтобы усилить протекание в организме процессов обмена электронами и энергией, подпитать энергией отдельные системы организма, создать оптимальные условия для транспортных и биохимических процессов, исключить разобщенность работы отдельных органов и клеток, исключить появление в организме застойных явлений и областей, которые приводят к болезням, нам нужно сделать могучей собственную биоэнергетику. Тогда имеющиеся болезни сами исчезнут, а новые не получат доступа в организм. Из содержания этой главы вытекает четвертый закон оздоровления. Дефицит энергии в организме является главнейшей причиной, ведущей к болезням и преждевременной старости. Он не восполняется ни обильным питанием, ни дорогими лекарствами, ни отдыхом на модных курортах. Только двигательная активность, внутренняя чистота организма и правильное мышление могут поддерживать энергию в организме на высоком уровне.